Совсем недавно мы с вами проснулись в новых реалиях, в которых мы оказались в условиях санкции, в условиях кризиса. И в сегодняшнем видео я вам расскажу, что же нам, как андроид-разработчикам, делать в эту эпоху. Потому что нужно понимать, что скорее всего эта ситуация с нами минимум лет на 20. Может быть что-то и произойдет, и раньше все это уйдет. Но я думаю, что это лет на 20 или вообще навсегда. Поэтому нужно понимать, что нам делать в нынешних условиях. На связи проект Mabu. Mabu это проект по разработке мобильных приложений. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид-разработчиками, сделать это максимально оперативно и качественно. Если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид-приложения. Как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия. Если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем. И конечно же настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса. Если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид-разработчика. Тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе. Андроид-разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид. А также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс андроид-разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записей и консультаций есть в описании под видео. Итак, что же делать? Во-первых, вам нужно решить два главных вопроса. Вы работаете на иностранный рынок или вы работаете на российский рынок? Если вы работаете на российский рынок, то я вам в этом видео расскажу, что же делать. И на самом деле, с одной стороны, кажется, что во времена кризиса все сейчас стало хуже, но на самом деле все стало намного лучше. И второй вариант, как вы можете действовать, это выход на иностранный рынок. В таком случае я вам советую, чтобы не искать входные пути, просто переехать в другую страну. Потому что в России вы можете так же все делать, там же есть тот же китайский рынок, все то же самое. Но придется очень много что осваивать и искать все время постоянные обходные пути. И на сегодняшний момент лучше сейчас на несколько месяцев затихариться и особо не лезть на иностранный рынок. Я сейчас вам расскажу, как нам действовать и что нам дал этот кризис. Итак, этот кризис привел нас к пониманию, к тому, что сейчас нужно разрабатывать мобильные приложения на широкую аудиторию, которой будут пользоваться десятки, сотни, может миллионы людей, которые нужно сейчас на российском рынке обычным, скажем так, не богатым людям. То есть обычным людям. Возможно подключить прямую подписку к вам в обход гугла, да, такую минимальную рублей, там, грубо говоря, на сто или меньше. Да, такая самая, чтобы не било по карманам, но по этой функционал, чтобы шел основной через эту подписку. И также нам кризис привел к осознанию того, что нам нужно отказаться от дешевой, многочисленной рекламы в мобильных приложениях и сосредоточиться на качественной рекламе. То есть нам нужно понимать, что сейчас, во время кризиса, нам нужно работать с качественными рекламодателями, которых можно заинтересовать о публикации своих рекламных объявлений в соответствии с тематикой мобильного приложения. То есть если вы, допустим, разработали мобильное приложение, бизнес ежедневный какой-то с учетом дел для бизнесменов, то в этом мобильном приложении можно размещать какую-то рекламу, связанную для бизнеса. То есть какие-то дополнительные сервисы, да, либо какую-то, возможно, перевозка грузов или что-то еще. То есть нужно понимать, что реклама станет намного качественнее и намного полезнее, нежели она была раньше. То есть в этот момент вы больше не будете спамить своих пользователей на своем мобильном приложении. И реклама станет качественная, не такая надоедливая, и она будет конкретно пользоваться популярностью ваших пользователей. И рекламодатели будут видеть эту пользу и будут с удовольствием у вас размещаться и размещаться. То есть кризис и обрубка вот этих всех монетизаций от Google привела нам к тому состоянию, что сегодня мы можем намного качественнее оформить монетизацию своих мобильных приложений. Казалось бы, кризис это плохо, но позволяет выводить наши навыки, наши умения, наши продукты на новый, более высокий уровень. И опять же, как я сказал, что это, вот это описал, то, что я вам сейчас, это очень классно будет работать на русскоязычном в России, на российском внутреннем рынке. Если вы хотите все-таки использовать монетизацию от Google, то опять же я вам советую переехать в ближайшую какую-то страну, где не нужна виза и уже там развиваться. Но нужно понимать, в этом случае у вас должны быть запасы денежных средств на жизнь хотя бы на год, и вам нужно понимать, какие доходы у вас будут 100% найти. То есть просто так никуда уезжать нельзя. Но опять же, я, несмотря на то, что у меня есть много возможностей уехать за границу жить, я решил остаться, и я буду именно сосредотачивать свои стартапы, действующие свои продукты, именно на внутреннем рынке. И многие, кто закончили мой курс и работают со мной в одной команде, и выполняют определенный участок своей работы по разработке мобильных приложений. И сейчас уже имеется много, множество заказов, ну то, что заказов, множество продуктов, которые можно разработать на внутренний рынок. И этих продуктов нам хватит, ну я имею в виду мою команду, хватит, ну на ближайшие два года точно. Поэтому внутренний рынок будет расти, и здесь есть куда развернуться, и чем заниматься. Поэтому на самом деле эпоха кризиса и санкций приведет к очищению рынка, и к тому, что мы будем создавать более качественные продукты, которые более нужны нашим пользователям, меньше будет шлака, и у нас будет более качественная реклама. Это самое главное, что нужно понимать. Кроме того, если вы сейчас раздумываете и думаете, что же делать, разрабатывать или искать, пока найти платформу, где вы сможете опубликовать свое мобильное приложение. Я вам так скажу, если у вас мобильное приложение находится в состоянии, уже заканчиваете вы его, и вам нужно его опубликовать, то тогда вам нужно понимать источники монетизации вашего мобильного приложения. Если это прямая монетизация, можете попробовать Play Market, но я вам советую также искать магазины на китайском рынке, и искать магазины аналоги Play Market, которые популярны. Опять же, вы можете присмотреться и разместить везде, и посмотреть, где какая дача. Возможно, найдете рынок получше. Если у вас только идея, вы только приступаете, не заморачивайтесь, начните просто разрабатывать мобильное приложение, возможно, вы его будете полгода и год разрабатывать, и непонятно, что еще будет, и возможно, все вернется на прошлую исходную точку. Но, как я сказал ранее, я так не думаю, я думаю, лет на 20 будет. Поэтому пока разрабатываем и присматриваем пока площадки. То есть, если вы пока находитесь в процессе разработки, то просто разрабатывайте. Если уже заканчиваете продукт, то уже присматривайте каким-либо аналоговым платформам. То есть, что мы должны знать? Время кризиса привело нас к тому, что мы будем создавать более качественные продукты с прямой рекламой и более качественно будем зарабатывать на этом. Не будет никаких копеечных гугловских отчислений. И разрабатывать мы можем. Только нужно разрабатывать тот продукт, которого будет большой охват аудитории. Это самое главное. Ну, а на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих выпусках нашего подкаста. Всем пока!